Итак, вторая карта в борьбе за выживание Между командами Spawn 496 и Army Geniuses Army Geniuses очень уверенно провели мидгейм Что позволило сильно оторваться и там уже не отпустить соперника Но 496 больше не имеют права на ошибку Нужно обязательно выигрывать две подряд для того, чтобы остаться в элите Либо же придется ребятам проходить в следующем сезоне через открытые квалификации Если, конечно, сохранится вообще эта команда Или она сохранится вообще в этом составе, так скажем Комментирует Джема Морталис, давайте смотреть драфт второй карты Вижу, что здесь от победной стратегии не сильно хотят парня отказываться Тайдхантер, Снэпфайр снова появляются В этот раз просто Снэпфайр, не закрывающая кого-либо И против нее берут Клокверка Ну, опять же, зачем отказываться от стратегии, которая уже сработала раз Причем сработала очень хорошо Видимо, такой логики придерживаются армия у Genesis И да, да, я согласен Почему бы и не забрать ОД очень плохо был на прошлой карте Я не знаю, почему его продают Ну, я понимаю, что Возможно, считают парни из команды Spawn496, что сейчас мы возьмем И отыграем гораздо лучше, да, в этой игре И я согласен на то, что герой сильный И может гораздо лучше себя показывать Но на прошлой карте он был просто отвратительный То есть, ну, он больше походил на саппортера А не на полноценного кора, так сказать, оффлейнера Ну и Вивер, опять же, крайне метовый герой На данный момент Плюс давление на линии, плюс подсейв И в этот раз, я так понимаю, у нас Хм А что у нас по распределению по линиям? Потому что от гениев можно ждать чего угодно Вот Тайтхантер пятерочка, например, был А вдруг они сейчас передумают И сделают все-таки Тайтхантера полноценной троечкой На самом деле, похоже на это Потому что Ну, Керри Вивер, это Так себе Нави там играют, знаешь, этим Керри Вивером Еще кто-то играет Они все надеются на это, знаете, это как Virtus.pro на этом NT Они там брали вот этот даунбрейкер Вот, сейчас даунбрейкер развалит всех Вот, все надеялись, нифига То же самое с этим Вивером Сейчас драфтит, он развалит всех Нифига не развалит Вообще на Керри не похож Мне кажется, 20 Керри-героев можно найти Которые будут лучше этого Вивера Нет смысла Когда придумали очень хорошую четверку Да даже пятерку, ничего страшного Если на пятой позиции он стоит Тайтхантер Вивер просто очень сильный лайн Который стоит против многих Шторм в центр Неплохо против Эмбера в начале По игре с БКБ не боится никого Ну да Классическая линия Шторм против Эмбера Это Классическая, про которую уже подзабыли Если честно Потому что как-то, ну Не так часто мы видим в последнее время этих героев Ну то есть Ну в разрезе именно друг против друга Чаще у нас всякие Квин оф Пейн появляются Лины какие-то Вот такие персонажи Раньше, если допустим брать Месяца два назад Ты всегда видел Драфты Ну сейчас какой-то из спиритов точно появится Центральную линию Заметил, кстати, сегодня Квапы нет ни одной Да, это странно Вроде ничего не случилось Ничего не поменяли Куда пропал герой-то? Что с ней? Второй дивизион Юго-Восточной Азии Вот что с ней Мы не берем метовых героев Поиграем своим Но это правильно Нужно гнуть свою линию, я считаю Не нужно прогибаться под мету Если в твоем пуле нет Квин оф Пейн То и ничего, как говорится, пытаться Так, ну опять у нас избавляется от выжигателей маны В первую очередь Да, ПЛ антимаг Причем теперь с обеих сторон Ну ПЛ опять же тоже крайне метовый персонаж В последнее время часто его берут А вот антимаг, я не знаю, если честно Я не уверен насчет этого региона Но вот я видел его парочку раз на Один раз мы видели, по-моему, на СНГ Я точно наблюдал Один раз, по-моему, на Южной Америке Но и, откровенно говоря, герой был очень плох Не знаю, почему его до сих пор продолжают рейтить Я уж не помню, когда последний раз видел антимага Который побеждает, если честно В Китае вчера Ну, может быть Но я в это время, наверное, сплю Там возможно Окей Ну, ТБ тоже Поправляется в бан От команды Спаун 496 и Медуза Также в бан Окей Давайте подумаем на тему того, что могут себе в теории забрать сейчас Сверху Ребята против драфта команды Army Geniuses Стрелка Типа драфтки уже не хочется брать Потому что есть, как минимум, у Шторм До которого до тебя доберется Темпларка появляется На кэрри, да? Я так понимаю, позицию Очень похоже на то Так, ну, кстати, надо напомнить вам Что думает Winline по этому поводу Вообще 1.14 сейчас на Army Geniuses 4.70 на 4.96 Это то, что касается серии 1.56, 2.25, соответственно, на карты На карту не такой большой, конечно, разрыв Но на серии уже огромный, я бы сказал В плане коэффициентов Ну, Templar Assassin Oak Стоит против вивера Тейтхантера нормально Да, я бы сказал, что тут не так много героев, которые щиты быстро забивают Поэтому Согласен, герой неплохо здесь Да и плюс она набирает достаточно шустро артефакты Но, опять же, при должном исполнении Там она может разогнаться настолько быстро, что, ну Этим драфтом можно не справиться Не отбиться Ну, тут опять Простота в деле В Рейс Кинг в этот раз на карри появляется Нормально Окей Не знаю, насколько хорош Гост на ТА, но Драфт снизу нравится больше Вот зная просто, как Ред может не очень хорошо сыграть на ОД Просто герой может в очередной раз выпасть Я не вижу, чем закрывать здесь будут шторма Нет контроля на него хорошего Нет какого-то... А? Я тоже не увидел БКБ и игра выиграна Да, но, нет, понятное дело, что БКБ особо не хочет Но даже без БКБ, мне кажется, он без проблем справится То есть, кто-нибудь напрягает сильно Грим разве что? Да, да, и Клокверк, там сколько-то Сколько-то, это такое Я к тому, что там, если, допустим, он будет нападать первым Я про шторма, да, там, того же Грима, да, с Саленсом То Грим просто разваливаться будет в секунду А здесь у армии Geniuses и контроля, и инициации просто хоть отбавляя И герои такие плотные достаточно Ну, честно, не знаю Ну, конечно, я бы давал армии Geniuses здесь предпочтение В плане драфта Тут реально на шторме Саленс БКБ Вот самый простой билд Через Саленс ты убиваешь либо Эмбера, либо ОД Лучше ОД найти где-то в тылу, чтобы он не сейвил И потом покупаешь БКБ Тебя там никто не спрячет, никто в контроле не поддержит Прости, что ты перебил, ты не обратил внимания Второй раз мы начинаем карту И там у нас второй раз заставка с бегущими героями Второй раз ОД где-то там в земле провалился Зимой в текстуре застрял Олицетворение, по-моему, игры ОД Провалился в землю Ну, да, потому что Нетворс, видимо, искал свой Да, да, ладно, давайте смотреть Смогте время, он 496 разбили Идут сразу же расставить и вижен Ну, это дефолтный мув для многих команд сейчас Так, в центре еще поставили под блочери спот Эмпларк спряталась Ну все, гост дал инфу, что у него мэлт вкачан Мол, бояться нечего Ну, типа наоборот, урон-то она нанесет, но она уязвима Там сейчас жучки гашь вот с нулевой на линии И душить теплорассасин Ладно, жучков не будет, конечно, будет шукучи Да даже так все равно взять и налететь на нее Так, ну что, центры сняли в миде Поэтому проблем у шторма с подфармом крипочков из леса не будет, по идее Заняли позицию сверху, пока что 496 Опа, вроде скинг такой Но с клокверком, конечно, и с батареечками Здесь один на один биться не хочется никому Вивер хочет, очень хочет подворовать рунку Но что-то как-то виверу больновато, нет? И рунку он своровать в итоге не смог В итоге три баунтируна достается у нас А, смог все-таки своровать, прошу прощения Три баунтируна для гениев и одна для 496 Так, ну, снизу, снизу у нас темпларочка Буду пристально за ней сейчас наблюдать Интересно посмотреть, как она здесь отстоит Сочи такой линии А, они не с вивером, да Они вот, ну, пайрот, пайрот Интересно То есть, лил шредер плюс гаш Это страшная сила Это очень страшная сила Какие же куски отлетели просто Да, просто почти на фулл хп С раз каста Ну, тут, конечно, в ответчику и грим откидывается Там строк оффлэйт под крипов Это больно, но Комбинация гораздо больнее, конечно, у гениев здесь Ну, а вивер пятерочка будет сверху развлекать двух героев Ну, за счет того, что есть шикуча, да И видим, что сентрик он с собой взял Вроде бы как проблем быть не должно Линию, по крайней мере, запротактить сможет Для Врескинга Чтобы Врескингу никто не мешал фармить Ну, кстати, нападение на Клокверка пошло сверху Как бы это ФБ сейчас не было, если что Клокверк вроде как сам быканул Подрубил батареечки Такой побежал вперед У него ТП есть, по идее Может быть, самое время Он уже пропустил момент, когда нужно было нажимать Вивер сейчас урон нанесет Шикучей И надо добить просто Еще фраг Могли бы фраг оставить в Рескингу просто Нормально, там можно урну какую-нибудь купить быстро Ну, так-то да Но все равно, знаешь, обычно хочешь кэрри своего раскачать Как можно быстрее, ну ладно Для ВК, наверное, это не критично, и правда Так, ну Что я вижу Уже ТОП-3 Нетворца у нас, по сути, за командой гениев Да, и вот Это вообще редкость такое Наблюдать, что у тебя 2 минуты матча прошло И уже 1К перевес Обычно даже если ФБ какая-то команда забирает Там нет одной тысячи Если игра плюс-минус равна Ну просто опять Выдает супер перформанс УД 6 крипов Супер перформанс Да-да А, и в миде погибает Эмбер Это соло-фраг на Четвертом уровне Даже не на третьей минуте, чтобы вы понимали А то аж шторма Как так произошло? Это ужас какой-то Я хочу посмотреть сфотку смерти А, ну он получил вортекс Пичка Пичка Попытался убежать Еще одну тычку получил заряженной Пассивочка И погиб Понятно Там сейчас так нарисовано было 4 ремна Ты как будто, знаешь Эмбер все их поймал Возможно, он и все их и поймал Я не исключаю такого Развитие событий Да Там у нас снизу забрали в очередной раз Гримстролку Но на это уже, наверное, не стоит обращать внимание Мы говорили, что тут комбинация на линии у команды Гениев жесткая Не стоит удивляться Ну, в миде, конечно, это прям жестко Обычно соло-фраги, они сильно роляют Именно в плане темпа Мы видим уже разница в левелах Как минимум присутствует Понятное дело Пошел обоз бутла Обоз бутла Боз бутла Ну, вы поняли Ботл подобузили нормально Зарядили Все хорошо Ну и плюс напугали эммера Лишний раз, чтобы он подвушку не совался Гримстролку продолжает погибать Да, но в этот раз хотя бы в размину вышли Какой-то стать хантером Но хоть что-то Хотя бы фраг для темплара саси Миде Ой-ой-ой, флокерк Еле-еле убежал Благо, есть у него транквилл тапочки Не придется, наверное, на базу бежать Но просадили неплохо его Повезло, что у вивера не было зарядов на утне Да фрагов очень мало Пока непонятно, где заряды себе Получить Вот сейчас, возможно, сверху будет нападение на ОД На ОД и получить Ну да Почему нет Так, у нас пауза пока стоит ОД какие-то проблемы с соединением, видим Не, ну Эмбера ужасный старт ОД ужасный старт Там сильное отставание уже Саппорты тоже покруче прямо сейчас Верми джинниусы Вивер классно начал С урной уже бегает И тут, понятное дело, за гениями Старт Их коры фармят Очень хорошо Ну да, снизу На Тэмпларке проблема Ложка погибает, к сожалению Но это уже все Это плохой знак То, что тебя даже кэрри забирают на линии вот так вот легко На снэпфайр нападение от Клокверка Снэпка здесь сейчас потанкует И как бы сейчас еще Клокверка не забрали Хотя приходит Грим Есть Инкс Вэл Ну ладно, окей Так, забрали Так, ну что ж 2-5 счет Тем временем Одна тысяча по-прежнему преимущество за гениями Вот он Соларинг, кстати, появляется У Татьхантера теперь проблем по мане быть не должно Теперь вроде как Не то, чтобы он страдал А вот Нехватки маны пока, по крайней мере В центре 5-й левел до сих пор Эмбера Вот такой Разнос пока что от гениев Да, Эмбера здесь, конечно, собирать будут по частям долго Потому что, ну, нужно как-то камбекать А вот за счет чего камбекать не ясно Потому что линия 1 на 1 проиграна Просто в салат И насколько же богаты у нас вообще Вообще богаты герои команды гениев Если посмотреть по Недворсу Татьхантер, конечно, где конкуренция Кстати, там снизу драка Татьхантер еле-еле-еле-еле убегает Татьхантер Тропу Хвейт добивает Эх, ну, три героя, конечно, его загнали Урона хватило Сверху, кстати, нападение все-таки готовится на ОД Вот он стан, вот он шторм И ОД, к сожалению, никак здесь не спастись Клокверк вроде как прилетает на помощь Но помочь, точнее, помогать тоже особо и некому Герой в таверне, работяги побежали за клокверком Ну и вышку можно пока немножко побить Или может быть даже множко, я не знаю Может быть, да, вообще с пушкой Катаполит же едет Ну вот это странно, когда у вас падает вышка Не на легкой вашей линии Она сложная на вашей линии Тут треугольник будет проще чужие контролировать Телепортироваться на Т1 не получится Там Крашан убежать Ну пока на классе как будто бы Армиджиниус разваливают У тебя нормальность с игру? У меня просто игра прям проседает Да вроде норм У них бывает такое У нас тут вообще была история, где мы вылетали Постоянно из игры У меня просто, знаешь, такие микропролаги подвисает Ну хорошо, не страшно Не первый раз Просто давненько такого не наблюдал уже Так, УД уже дефает Т2 потихонечку здесь сверху мы видим Но это просто у него Ну Получше, чем в прошлой карте пока, по крайней мере Пока, ну, он что-то еще фармит Но скоро его, наверное, такими темпами Клокер Можно догнать из собственной команды В миде драка, кстати У Клокерка проблемки Очень мало хп Жуки на него залетают И сейчас вивер, скорее всего, сделает фраг Да И эмбер снапвайр не добил Так, сейчас руну Вариш пытается контролировать Получает Сайлендж, шикарную руну Берет Икселерн и получает дабл дэмэдж С которым можно будет куда-нибудь нападать Метерхаммер Вот он, тайминговый Метерхаммер Появляется у нас для ОД Поехали Пора пушить Пора до вышки хотя бы дойти Ну, к нему вивер уже бежит, который не даст этого сделать Может вивера просто взорвать? Вообще, он может его забрать по-хорошему Вивер не такой плотный герой Там нужно дать тичку сарбы, спрятать, к нему вверхаммер и ультимейт По идее, должно хватить Там снизу драка может быть Есть перетяжка, падает вышка снизу Довольно тоже быстро Тайдхантер с реведжем Ну, я не знаю, хотят напасть У него капли есть Я не знаю, это, по-моему, очень плохая идея Но тут вроде как и гений не хотят особо драться Шторм может прилететь Телепорт через секунду у него Он фуловый Уже летит Да, да, растянулись, растянулись Здесь немножко 496 А, Тайдхантер, Тайдхантер Из контроля могут не выпустить Капли не спасают И реведжа не будет Шторм ворвался И здесь Шторма чуть не добили ВК пошел, пошел, пошел Там Эйбер еще под ДД просто Да, да, да Они вот после того, как увидели, что умирает Товарищ Тайдхантер Им надо было разворачиваться Но они продолжили драку Тайдхантер через 10 секунд ВК потерял первую жизнь Стан не скоро Можно дожимать Дожимать прям по таворам Пока Тайдхантер прилетит Умрет, деби А, ну тут, конечно, знатно Подфидели сейчас у нас гении Ничего не скажешь В один момент просто все растеряли Ну как все Там все еще тысячи голды Но да, прилично Отдали денег все равно суммарно Тепларка очень сильно выиграла В этой драке Правда, сейчас может погибнуть Подревоч как раз таки Тайдхантера Да, она погибает Ну и все-таки отыграли Отыграли свое гение, по идее Сейчас должны Кокер еще добить Есть Кокер Сгибает Эмбер против Снэпвайр Есть Куки Не, он тут неравный Контроль И ВК, ВК просто дать стан Он же вроде уже остановился Летит шторм Шторм добивается Показалось, что Эмбер уже остановился А стан не долетел все равно Не, он вроде бы в момент фистов Ну, то есть он фистами за его идил все-таки Ну ладно, вроде как Ладно, не важно Важно то, что его забрали Это уже третий фрак суммарно Да, и все вернулось на круги своя Как говорится, вышку все-таки заберут У нас парни из армии гениев И, собственно, они все равно остаются в плюсе Потому что уже минус 2 Тауэра, причем тауэра сверху достаточно быстро Упал рано У парней из 496 И по вышкам 2.0 пока Так, а кого нашли здесь? Локверк закрывает себя с Тайтхантером Сюда приходит ОД Команда рядышком Нет, еще Метеорхаммер летит Тайтхантер успевает убежать Еще один якорь накидывает А там шторм И подалеку мне шторм не будет ворваться Видимо продают Тайтхантера Но не уравочка, да, поэтому Ценности он особые пока не представляет для команды Пользуется Беталагой Тайтхантером Есть Трайвыш? Хороший Нет, Трайвыш? Плохой Что поделать? На самом деле не было причины ему туда идти Мне кажется, одному вот так вот Вглубь леса вражеского Мог бы и аккуратнее сыграть Так, что там у Темпларушки? Фалконблейд И Драгонлендс Будет далее приобретаться В миде В миде тут пока что нападение планируется Ну там Эмбер под Аркейн Руны Неужели вы рассчитываете его просто так поймать? Я вас умоляю Да ну нет Не поставится, я уверен Бессаленса какого-то здесь просто так не нападешь на него Так, какая сборочка будет у ВК? Ну а рублей это-то понятно Будет ли это дефолтный БКБ там изолятор На будущее Или же нет Мой хукшот мимо Зато Д спрятал Дать комбинацию правильно Справляется и Минус фивер Ну пока Эта карта гораздо баланснее Нежели прошлое Потому что к этой минуте На прошлое уже такой Люденький разнос начинался Здесь хотя бы есть Очень богатая Темпларк Если посмотреть И хотя бы за нее Могу зацепиться 496 Ну потому что на Эмбера пока рассчитывать Хотя на самом деле На Эмбера тоже уже можно Наверное рассчитывать У нее были хорошие драки У нее вот снова ДД Я вижу в Ботле И драка возможно будет сверху Сверху просто нападение Ноудейдет Утиммейты ее забрали А даже без утиммейтов Че-то думал, что это утиммейсный файл Это был просто Лил Шреддер Четвертого левела Да АВК просто стоит в лесу Никуда оттуда не высовывается Деньги капают Да ему рановато, наверное Команде подключаться Да и команда без него неплохо справляется Если посмотреть так Ну вот сейчас Сейчас команда как раз готова подраться И на них идут И есть реведж Так, Клокверк улетел Эмбер не ворвался Эмбер просто ДД прожал А Клокверка, видимо, продают здесь Да Очень плохая атака получилась А496 Видно, что они очень хотели реализовать двойной урон Но не смогли, увы Ну ладно 2К 2К перевес В пользу армии гениев Продолжаем фармить Пока Все еще Играбельная ситуация Как по мне Для А496 Хоть они немного и проигрывают Все будет зависеть от того Как они зайдут на Рошана Но вот по поводу ДФ Снова вопросики Зачем вы берете этого героя Вторую игру подряд Если он вас на первой Ничего не нафармил Толком и не сделал И сейчас он продолжает Ну пытаться как-то фармить Но у него прям очень плохой Потому что он до этого Сто подряд выиграл А тут просто стрик сбился Не повезло Настракалась То есть, да Сейчас он в скрытый пузо летел Да, видимо Бывает Эх Так, ну что у нас Сверху может быть что-то будет Да вроде нет Отступаю здесь, наверное 496 Просто попушек Просто туда перетягиваются Основные силы Армии гениев сейчас Дайдхантер себе Практически Юл дофармил Шторм себе Практически дофармил Саленс Вот сейчас, наверное Саленс появится В Шторма И поактивнее Начнет играть По идее гения Можно будет Саппортиков ловить там Саппортиков А до Эмбера Любого из них Эмбера Кстати, тоже можно Забирать Но что он себе Не собрал пока что И у того же Да, на защиту И от Сальницы Не спастись Вивер Шторм Аркейн руну Забрал Это очень опасно Аркейн руна Гораздо опаснее Нежели Руна ДД Шторм с этой руны Просто ужасные вещи Вытворяет Ну и вот Орчат готов Видно, как 496 боятся Вообще сейчас Лишний шаг В сторону сделать У них ведь Ну, наверное Лейд не сильнее Все-таки Тайтхантер Шторм ВК Кажется Поопаснее Чем Троица 496 Из темплорасасин Хочется уже И Рошана Где-то забрать И Побольше Вышек снести Фрагов наделать Но все это пока Получается Лучше у соперника Ну да Ну вот ВК Дезолятор Прямо сейчас купит И соответственно Гений И так же Готовы Рошана Эти убивать Но перед Рошаном Подраться нужно В любом случае Тем и другим Ну, желательно В свою пользу Понятное дело Ну, просто Ты пойдешь Рошпит В этот там Но В Рошпите По-хорошему Гений Поопаснее будут За счет Там Реводжи Того же За счет Шторма Который будет Летать Снэпфар Опять же Разультиться Вот просто Дезолятор появился Прямо сейчас Увк Вот что выберут Пойти Рошана Бить или подраться Все-таки Подраться Правильно Мне кажется Решение Тайтхантра Видят Но не видят Всю его команду Нападают На Тайтхантра На самого Жирного парня А вот и Собственно Нападение На Эмбера Эмбера Не могут Забрать Пока что Равыч Залетает И теперь Могут Забрать Да Эмбер Погибает Шторм Отправляется В таверну Минус 4 Моментально И просто Идем пушить Да даже Нет Не экспы Потому что Общее количество Экспы У гениев Побольше Гораздо Средний уровень Там выше Вот Темпларка 15 Пока Единственный Герой На карте 15 Уровня Все остальные Немножко Уступают Ей Но видно Что теперь С Аегисом Можно будет Позволить Себе чуть больше Шторм Это вообще Один из лучших Героев Для того Чтобы Аегис Подбирать Куда Идет Клокверк Заблудился В таверну Я не знаю Но это Очень странное решение Он выходил на Вивера Такой И просветку Кидает Говорит Я тебя сейчас Убью Вивер Поймаю Ага Там Узны Спиной У Вивера Вся команда В итоге Там ВК Подходит Просто Два удара Дает Развалишь Это уже Растерянность Какая-то Начинается От команды 496 До этого Они нормально Держались Но вот В этот Драк Их Конечно В миде Подкосило Видно Еще и Блинкдаггер Появляется У ВК Да Ситуация Не из приятных Не хотел бы Я конечно В такой Оказаться Вышку Скорее всего Снизу Потеряют Прямо Сейчас У нас 496 А в миде Нападение Ну вот Торчит Отрабатывает Вот опять Следствие Того Что Эмбер Себе В приоритете Собрал Мелл Штром Вместо Того Чтобы Собирать Юл Да Чтобы У тебя Была Защита Какая-то И Вот Тебя За это Наказывают Раз За разом Это Очень Поздний Юл Конечно Мне кажется Уже На таком Этапе Игры Когда Ты Купил Молнии Уже Нет Смысла Юл Брать Покупай БКБ Согласен Но вот Он решил Так Поэтому Я тоже Удивился Когда Увидел У него Мелл Штром Дум А как Ты будешь От Торчит Защищаться Дружище Ну и Пока Мы Теряем Уже Двух Героев Да Получается Из Пула Команды Спаун 496 То есть У нас Нет По факту У нас Нет Эмбера Хотя Эмбер До этого Что-то Полезное Делал Хорошие Выходы Были Под ДД Те же Снизу Да Когда Драки Были Под Вышку И прочее Я сейчас В таблице Искал ОД На шестом Месте А он Уже Даже Не там Он Еще Ниже Он Уже Седьмой Он Уже Проигрывает Снэпфайр Так Слышу Где-то Шторм Там Орудует Уже Во все Летает Это был Керри Если что Вражеский Тут ВК Правда Теряет Первую Жизнь Ровач Какой По всем И туда же Мортимер Кисис Надо Убить Эмбер Спирита Убили Надо Убить ОД Практически Убили Ахая Следом Минус Четыре Будет В этой Драке Клоквер Отошел На базу Но без Потерь Все это Происходит И можно Подниматься На хайграунд Ломать Уражескую Т3 И заканчивает 2-0 Вообще Эту серию В ближайшие Минуты Ну да Я смотрю У вас тут Парни Очень Терпеливые Я к тому Что на Южной Америке Мы уже ГГ написали Скорее всего К этому моменту Это все потому Что последние матчи Команд Потом Какой перерыв Будет большой Между ДПС А тут еще Ребятам Возможно И не светит ДПС В следующем сезоне Кто его знает Две команды Или три В этот раз Две команды Пройдут С квал Это В прошлый раз Получилось Что три Так как всего лишь Пять команд Набиралось Во втором дивизионе Они же провели Две квалы И потом Там определенное Количество лучших Команд С первых двух Квал Или только со второй Или играли Мини плей-офф Сетку на три команды И вот из этой троицы Прошла только одна Здесь вылетят две Но и зайдут обратно Соответственно Тоже две Теллен и Спорт Я надеюсь Хотя бы Собирают игроков В состав Вместо Флая И Гэби Которые покинули команду Ненадолго Флай задержался В Юго-Восточной Азии Скорее всего Я думаю Что он там Больше не будет играть Он там просто Никому не нужен Все составы Укомплектованы Топовые Неприятные ситуации Так Тайдхантер Подставляется Пока что Впитывает урон Но Шторм нападает А Шторм-то с Блокинг-баром Шторму плевать Морки Меркис из Темплар Ассасин С БКБ Кстати поживет Шторм Шторм Аегис теряет Аегис нормально Реинкарнацию ВК Сейчас закончится Блокинг-бар И Можно Том Сайленс Живет Нет Успевает штурм уйти Забирает Забирает Здесь уже И Темплар Темпларка Тоже погибнет Следующим героем Отправится в таверну Уже и ОД Но это Тим Вайт Уже без шансов Что Сдаемся Или будем До конца До трона Хорошо Ладно Вылетать не хотят Как же не хотят Вылетать Все осознают Все Все понимают А вылетать не хотят Ну что поделать Кто-то должен Очень быстрая Вторая карта Получается По итогу Здесь Прям безшансово Развалили У нас Гении Я не знаю Почему они Все еще Рейтят Этого ОД Без идей Вообще Ну дважды На одни Те же грабли Это ж надо так В течении Двух часов В течении Двух часов Не особо Приятное Наверное Ощущение Так сказать На грабли Наступать Ты наступал Когда-нибудь На грабли Один раз Да По-настоящему Да Больно Это очень больно Не советую На мелкий Был в деревне На сенокоз Ходил Там Сены Собирали Наступил Разочек Так Ладно Нас там Тем временем Отступили Пока что У нас Гении Хотя Может быть И контратаку Организует Там шторм Бегает Но шторм Без аркейн руны Поэтому Вряд ли Удастся напасть Можно Затерпеть Наверное Гением По максимуму Дождаться Следующего Рошана И на верочку Знаешь Уже Закончить Забрать Следующий Аегис Шард Ну или на мужчину Разбить Смог Прямо Сейчас Провести Еще одну Драку И сломать Последнюю Сторону Как вариант Ревальш Вроде Имеется В наличии Да Теперь Тоже Сравашкой Попроще Ультимейс Сны Файр Тоже Есть Что На мужчину Пойдут У Вивера Нашли У Не Вивера Клокер К Темплар Ассасин Даже Ловушка Не взорвала Зачем Не ну знаешь Посмотри Как он далеко Оторвался От них Взорви Ловушку И Клокер Возможно Выживет А там Имбер Спирита Убили Реведж Пошел Темплар Ассасин Погибает Гудгейм 2-0 Арминджиниус Остаются Во втором Дивизионе Да Ну Заслуженно Заслуженно В любом случае Уверенная Серия За ними Первая карта Там еще плюс-минус Какие-то качели Были Хотя на самом деле Там тоже С десятой минуты Было понятно Что и скорее всего Подведят Здесь же Буквально С первых минут Было понятно Когда у тебя На третьей И с половиной минуте Соло фраг Залетает в миде От шторма Вембера Ты понимаешь Что-то не так Как минимум На этой линии А уж про другие линии Я вообще молчу Единственный герой Который более-менее На протяжении Всей игры Фармил Это была Темпларка Но К сожалению Темпларки Такие утяжелители Были здесь в игре Что сложно было Ей Одно играть Увы Вот Ну что Поздравляем Еще раз Злых гениев Злых говорю Не злых Гениев Просто гениев Договорочка По Фрейду Вот Не поздравляем Команду 496 К сожалению Не с чем Желаем им удачи В открытых квалификациях Если они состав свой Сохранят Ну или там Поменяют точечно Кого-либо Главное Чтобы этот тег Мы увидели В следующем сезоне А со вторым дивизионом Мы на сегодня заканчиваем Один матч остался Только во втором дивизионе Это переигровка Между командами Рэгдолл И Нигма Гэлакси Что же касается Следующего матча То это матч Первого дивизиона Там борьба за выживание Там остались Тоже Только переигровки И вот одна Единственная встреча Motivate Trust Gaming Против Neon и Sports Причем Ситуация очень любопытная Получается Если Neon сейчас выигрывает То у нас будут Переигровки И за очки Там три команды сыграют И за вылет Тоже три команды сыграют Поэтому обязательно смотрим Старт по расписанию Должен быть Через 20 Нет стоп Уже должен был быть Да старт Не уверен По-моему У нас есть еще запас По времени Сейчас скажу тебе честно 8-11 20 По идее 20 минут Через 20 минут Сначала То есть через 20 минут Примерно Плюс-минус Мы вернемся в эфир Для того Чтобы прокомментировать Последнюю серию Игрового дня Субтитры сделал DimaTorzok